Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Вассоевич рады в 693-й раз приветствовать вас на волнах Радио Петербурга. В первый апрельский день почетный член Петербургского исторического клуба Алексей Васильевич Воронцов отмечал свое 75-летие. И надо сказать, что этот юбилей вылился в масштабное событие нашей городской жизни. Буду откровенен, и в 20-м, и в начале 21-го века мне приходилось бывать на разных юбилейных мероприятиях. Помню, как в Государственном Эрмитаже отмечалось 80-летие академика Бориса Борисовича Петровского. Вспоминаю 50-летие владыки Константина Горянова в ту пору, когда он был ректором Санкт-Петербургской православной духовной академии и семинарии. Тогда огромное количество людей собралось в голубом зале Митрополичьего корпуса Александра Невской Лавры. Вспоминая юбилеи людей, пребывающих на государственной службе, в том числе и в других субъектах федерации, но ни одно из этих праздничных мероприятий даже отдаленно не могло сравниться с тем, как чествовали в Мариинском дворце депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга председателя профильной комиссии по науке и высшей школе Алексея Васильевича Воронцова, который одновременно является заведующим кафедрой социологии и религиоведения, а также деканом факультета социальных наук Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Начнем с того, что поздравить Алексея Васильевича прибыл губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко. Среди тех, кто счел своим долгом поздравить доктора философских наук профессора Алексея Васильевича Воронцова, были не только видные ученые, но и депутаты Государственной Думы, были представители законодательного собрания нашего города и вместе с тем представители областной администрации. Но главное, что более всего меня поразило, состояло в том, что подавляющее большинство людей, пришедших на этот праздник в Мариинский дворец, говорили об Алексею Васильевиче с искренней теплотой и уважением. Высокопреосвященнейший владыка Варсонофий, митрополит Санкт-Петербургский Ладожский, управляющий делами Русской Православной Церкви, поручил протеерею Александру Паничкину зачитать адрес председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и северо-западного региона России муфтий Равиль Хазрат Панчаев прислал Алексею Васильевичу богатые подарки и, раскроя нашим радиослушателям небольшой секрет, собирается на ближайшем торжественном заседании ученого совета Санкт-Петербургской Восточной Академии вручить Алексею Васильевичу Воронцову еще и особую исламскую награду. Невольно задаешься вопросом, как же все-таки так получается, что с разных сторон все флаги едут именно к Алексею Васильевичу Воронцову? И ответ кажется мне предельно прост. Алексей Васильевич Воронцов человек, который не захотел поступаться своими принципами. Чего стоит одна его замечательная фраза? Я не в том возрасте, чтобы менять свою сексуальную и политическую ориентацию. Эти слова сказаны человеком, родившимся в русской глубинке, в смоленской деревне. могли бы стать украшением аристократической речи из самого благородного графа. Так мог бы сказать безупречный в моральном отношении русский аристократ, носящий графский титул. Увы, на наших глазах миллионы и миллионы членов КПСС в 1991 году изменили своим идеалом, изменили своим принципом, полагая, что таким образом они приобретут некие материальные блага, некие политические выгоды. Алексей Васильевич Воронцов поступал прямо противоположным образом. И поразительное дело, нисколько от этого не пострадал, потому что его избирали и депутатом законодательного собрания Ленинградской области, и депутатом законодательного собрания Петербурга. Побывал он и в должности вице-губернатора Ленинградской области по социальным вопросам. Именно потому, что Алексей Васильевич и в лихие девяностые, и в наши дни оказался верен самому себе, и пользуется он такой искренней симпатией тысячи тысяч людей. Ведь, как известно, опираться можно лишь на то, что оказывает сопротивление. И это понятно даже тем, кто принадлежит к числу политических противников Алексея Васильевича Воронцова, выступает в качестве его конкурента на выборах. Ну а мы в Петербургском историческом клубе доктора философских наук профессора Алексея Васильевича Воронцова просто любим и уважаем. И поэтому хотим повторить сегодня в эфире радиопередачу, которая была записана почти 10 лет тому назад, 3 июня 2007 года. И заметьте, за эти 10 лет Алексей Васильевич не изменил своим принципам. Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Васильевич рады вновь приветствовать вас на волнах радио «Петербург». Мы уже обещали вам, что в соответствии с традицией исторического клуба, который создавали Александр Владимирович Солдатов и профессор Виталий Иванович Старцев, мы регулярно будем отвечать на письма радиослушателей. При этом это будут не только обзоры тех писем, которые к нам приходят сюда в Дом радио, но и передачи, навеянные этими письмами. И в частности, во многих письмах, которые приходили сюда в Дом радио, меня упрекали за то, что я редко приглашаю в студию Санкт-Петербургского Дома радио Алексея Васильевича Воронцова. Сразу хочу отвергнуть этот упрек. Алексей Васильевич Воронцов бывает довольно часто. Не так ли, Алексей Васильевич? Да, конечно. Спасибо за приглашение. Я с удовольствием общаюсь с радиослушателями исторического клуба. Но, вероятно, Алексей Васильевич, поскольку вы в двух субъектах Российской Федерации человек очень популярный, наверное, вас даже можно было бы занести в какую-то книгу рекордов, потому что вы были депутатом законодательных собраний и в городе Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области, и потому, наверное, еще так вас хорошо помнят, что вы когда-то были вице-губернатором в правительстве Ленинградской области, отвечали за социальную политику, и, конечно, наверное, народ тоскует без Алексея Васильевича в эфире. Постоянные слушатели Петербургского исторического клуба, конечно, знают, что Алексей Васильевич Воронцов – это доктор философских наук, профессор, заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации, заведующий кафедрой теории, истории и социологии Российского государственного педагогического университета. Но что для многих будет совершенно удивительно, так это то, что Союз писателей России недавно избрал Алексея Васильевича Воронцова своим членом. И я тоже дивлюсь этому обстоятельству. Алексей Васильевич, с чем связано ваше избрание в члены Союза писателей России? Спасибо, Андрей Леонидович, за теплые слова и поздравления. Это связано с моей научной и публицистической деятельностью и изданием нескольких книг, в том числе «С думой о России», которая вышла в 2006 году, ну и целый ряд статей в журналах, в газетах, и на это обратили внимание писатели, и они приняли меня в свои ряды, что возлагает на меня неимоверную ответственность. Алексей Васильевич, ваша книга называется «С думой о России», но с думой о России проходят и все заседания Петербургского исторического клуба, даже в тех случаях, когда мы говорим об истории зарубежных государств. И поэтому мне хотелось бы сегодня с вами поговорить о таком болезненном вопросе о состоянии русской культуры. Вопрос это действительно болезненный, но по счастью, именно в этом году мы все ощущаем некие позитивные изменения, которые происходят в нашей стране, в том числе на самом верху. Я только что вернулся из Коломны, где 22-24 мая праздновался день славянской письменности и культуры. При этом праздновался просто грандиозно. Для людей, плохо знакомых с географией Московской области, скажу, что Коломна – это небольшой городок, до которого надо ехать примерно от Москвы два часа на автобусе, но городок старый, со славной историей. И вот в этом городе вдруг происходит совершенно грандиозное празднование. С одной стороны, 22-го мая в Коломне открывается памятник Дмитрию Донскому. Конный памятник, великолепный памятник. Те, кто помнят скульптурное извояние Александру Невскому на площади Александра Невского или знаменитую скульптуру покойного скульптора Клыкова, стоящую перед историческим музеем в Москве, те могут получить представление о том, каков по размерам коломенский памятник. Памятник Дмитрию Донскому. Но я смелюсь сказать, что он в художественном отношении ни питерскому, ни московскому памятникам не уступает, а может быть, даже превосходит их. Вообще, казалось бы, для такого маленького городка, как Коломна, открытие такого памятника это уже событие. А между тем, через два дня происходит открытие второго памятника. Памятника святым, равноапостольным Кириллу и Мефодию, учителем славянства, которые подарили нам кириллическую азбуку. Более того, в огромном ледовом дворце в Коломне собирается пленарное заседание научно-практической конференции. И на это заседание прибывает губернатор Московской области генерал Громов. В работе конференции на протяжении двух дней принимает участие министр культуры и массовой коммуникации Российской Федерации Соколов. Я уже не говорю о том, что ведет конференцию митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Но это еще не все. Рядом с ним мы видим в президиуме архиепископа Берлинского Марка. И действительно я до сих пор нахожусь под впечатлением этих коломенских событий. Такое ощущение, что в нашей жизни что-то изменилось и при том изменилось в лучшую сторону. С чем это связано, Алексей Васильевич? Вы искушенный человек, в том числе и в закулисной политике, как бывший вице-губернатор Ленобласти. Объясните мне вот этот позитивный поворот, которого я, откровенно говоря, совершенно не ожидал. Спасибо, вы рассказали о прекрасных примерах восстановления русской культуры, сохранения ее защиты. И на ваш вопрос, с чем это связано, я бы сказал, с сопротивлением патриотической части интеллигенции, государственно мыслящих людей России. тем антигосударственным прозападным силам, которым, по большому счету, отвратительна русская культура. На протяжении столетий русская культура была духовным стержнем, соединяющим все народы нашей великой и многонациональной страны. Но хорошо известно, это не секрет, что за последние 15-20 лет по ней нанесены удары такой неимоверной силы, что вопрос стоит буквально так, быть или не быть русской культуры. Поэтому защита русской культуры и русского языка, русских традиций и, как принято теперь говорить, русского мира, русского дома, одна из важнейших задач патриотической мысли части России, интеллигенции тех политических партий и движений, которые не на словах, а на деле выступают за сильную, независимую и процветающую Россию. Ибо если мы отстоим русскую культуру, то и спасем русскую цивилизацию. Я в этой связи, Андрей Леонидович, хочу напомнить, что президент России неоднократно и выступая на встрече с творческой интеллигенцией 30 ноября 2006 года и в своем обращении к федеральному собранию напутствовал, что мы строим русский дом и говорил интеллигенция почаще употребляйте это словосочетание русский мир. Но как повела себя либеральная интеллигенция России? Она не услышала своего президента, которому поет столько от вас славы, либо не хочет слышать, поскольку ее сознание и психология полностью находятся во власти общечеловеческих ценностей. Алексей Васильевич, разрешите, я снова вернусь к своим коломенским впечатлениям. Помимо открытия памятников, помимо других славных мероприятий, которые происходили в колонне, все-таки центром всего была международная научно-практическая конференция, которая называлась «Славянский мир, общность и многообразие». То есть организаторы конференции, а мы понимаем, что это организаторы федерального уровня. Не случайно такие крупные чиновники всероссийского уровня в работе конференции принимали участие, уже начинают приходить к осознанию того, что наш русский дом можно успешно обустраивать только если он будет составной частью единого славянского мира, если мы восстановим добрые отношения братского взаимопонимания между славянскими народами. Что вы скажете по этому поводу? Я полностью поддерживаю вашу мысль и недавно на президиуме Петровской Академии Наук и Искусств членом которой вы являетесь обсуждался вопрос о русской культуре и там очень много говорилось о Белоруссии вот как белорусы относятся бережно к традициям к своей истории к своей культуре какая там прекрасная молодежь школьная я в этом и сам убедился почему потому что все средства массовой информации направлены на то чтобы сформировать нравственно высокую личность благородную личность патриотическую личность у нас к сожалению я сегодня Андрей Леонидович наверное буду вашим оппонентом у нас к сожалению наряду с тем хорошим о чем вы говорите и действительно в регионах есть немало примеров восстановления защиты и храмов и русской культуры и православия вот недавно в Белгороде состоялись дни российской литературы прекрасно прошли там и наши известнейшие писатели Валерий Ганичев Владимир Костров Владимир Личутин Владимир Крупин Альберт Леханов Станислав Куняев были гости из Украины Белоруссии и народные артисты Василия Лановой и Михаил Ножкин Татьяна Петрова и так далее и так далее прекрасно прошли дни российской литературы но кто об этом знает что об этом наше радио или телевидение рассказало показало ничего подобного скрыли поэтому к сожалению между тем что происходит в регионах да и конечно же и в столице и в Санкт-Петербурге много интересного происходит ну скажем совсем недавно наши писатели Санкт-Петербургское отделение писателей провело съезд молодых талантливых писателей и поэтов всего северо-запада присутствовало более двухсот человек я присутствовал на этом мероприятии я видел талантливую молодежь мальчиков девочек по семнадцать восемнадцать лет причем из Луги из-под порожья Ленинградской области из Новгорода то есть не только из крупных городов но и из глубинки молодежь тянется к культуру у нас действительно талантливейшая молодежь но обратно ничего не показали нигде ни в средствах массовой информации но я представляю наша газета литературная газета напишет об этом событие событие проходит много действительно позитивных но к сожалению те средства информации которые влияют на сознание психологию людей они ведут по сути дела разрушительную кампанию против русского языка против русской культуры хотя 2007 год русского языка газетно-журнально Алексей Васильевич разрешите я вас перебью потому что какая-то странная ситуация возникает и у наших радиослушателей может возникнуть недоумение вот передо мной лежит роскошно изданный буклет где опубликовано обращение Александра Сергеевича Соколова министра культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации где он говорит о важности возрождения дней памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в нашей стране и указывает на то что уникальность праздника состоит в том что по своему содержанию день славянской письменности и культуры является единственным государственно-церковным праздником и кстати в своем выступлении в Коломне Александр Сергеевич Соколов говорил действительно вдохновенно о необходимости сбережения русской культуры и при этом он ведь не только министр культуры он же отвечает и за массовые коммуникации в Российской Федерации а в СМИ часто молчок в том числе и по поводу гражданской позиции непосредственного начальника всех этих СМИ вы знаете я опять несколько буду оппонировать вам Андрей Леонидович вы привели интересный пример но вот передо мной тоже лежит сегодняшняя газета газета правда где есть колонка под названием сексуальный Илья Амуромец и культурное ведомство Швадкова с видимым удовольствием делают из русских блин американскую пошлость как известно недавно студия Мельница выпустила новые мультфильмы посвященные русским богатырям Алёше Поповичу и Добрыне Никитичу многие ждали выхода этих фильмов с интересом какое же разочарование произошло когда их посмотрели посмотрели что называется прослезились скорее этот мультфильм напоминает балаганных шутов а не русских богатырей да и вообще блины превращены в примитивную американскую клоунаду скажем из уст Добрыни Никитича мы услышали бы фразу я работаю один и никаких напарнику мне не надо Алёша Поповича мог бы быть говорящий конь почти неотличимой от осла из американского мультфильма Шрек то есть дело дошло до того что Блина при поддержке федерального агентства по культуре и кинематографии директором которого является великий русский патриот я естественно в кавычках беру любитель мата в эфире и порнухи на сцене шваткой по сути дела опошлил великих русских богатырей что касается Александра Сергеевича Соколова я согласен это человек очень интеллигентный русский человек он потомок известного писателя Соколова Микитова но не он к сожалению правит бал я как-то слушал его выступление перед журналистами один из журналистов задал вопрос а вы смотрите телевидение есть хоть какое-то ну управление над телевидением я уж не говорю какие-то методы запрета но какое-то ваше влияние на что он ответил нет никакого влияния нет я единственное что запрещаю своей дочери которая ходит во второй класс смотреть телевидение почему потому что бесконечные сериалы о бандитах и мошенниках вульгарное реалити шоу пропагандирующее паразитизм безответственность бессмысленную разлив каловку ну скажем пресловутый дом 2 нашествие сексуальной пропаганды в том числе даже гомосексуальной особенно поразительно в стране где смертность два раза превышает рождаемость как грибы поганки на каналах телевидения размножаются передачи типа азбука секса секс с Анфисой Чеховой сексуальная революция техника секса и другое но это же просто идет оболванивание аудитории превращение людей и прежде всего молодежи подобие римской черни жаждущей хлеба ныне правда пива и зрелищ Алексей Васильевич ну то что вы сказали конечно является справедливым укором но мне кажется главное заключается в том что сегодня когда нету органов официальной цензуры которые могут запрещать держать и не пущать в конечном счете гражданская позиция журналиста гражданская позиция человека выступающего в СМИ определяет очень многое ведь мы же например не проводим в рамках петербургского исторического клуба передач посвященных теории и практике гомосексуализма в древних афинах хотя такая тема в общем-то имеет право быть предметом научного обсуждения но мы прекрасно понимаем одно дело строго научные исследования о различных сексуальных перверзиях в античном мире а другое дело все-таки петербургский исторический клуб мы занимаемся популяризацией исторических знаний и мне кажется что здесь все в конечном счете зависит от гражданской позиции каждого отдельного журналиста каждого отдельного историка каждого отдельного писателя вот вы знаете недавно в гуманитарном университете профсоюзов состоялось обсуждение научного творчества великого философа социолога мыслителя нашего времени Александра Александровича Зиновьева вы наверное его хорошо знаете и в своей последней книге фактор понимания он отмечал между прочим что советский период останется навсегда вершиной российской истории и стержнем ее была идеология прежде всего культура которая достигла высочайшего мирового уровня так давайте Алексей Васильевич сейчас для наших радиослушателей выведем в эфир голос Александра Зиновьева притом именно такой фрагмент его интервью который посвящен великой советской литературе тут произошел качественный скачок появилось нечто новое нечто новое такие явления эпоха рождает а не просто обучение предшествующими поколениями тут есть преемственность но это все-таки продукт советской эпохи даже самая средняя советская литература к которой я в свое время относился весьма критически теперь я перечитываю старые книги советских авторов даже вот уже ближе к Брежневскому периоду когда стали говорить об упадке советской культуре о поэзии фантастическая поэзия советская поэзия не имеет себе равных в мире нет ничего подобного такого как массового явления даже средние советские писатели с литературной точки зрения на порядок выше всего того что сейчас творится в российской литературе с точки зрения нравственности цели воспитательного значения и с точки зрения стилистики вот такая удивительно высокая оценка нашей советской литературы при этом звучащая из уст человека который прошел и сталинские репрессии и великую отечественную войну и действительно советская литература да и советская культура в целом сформировала поколение победителей именно в этом по мнению Зиновьева кроются истоки нашей победы в великой отечественной войне Алексей Васильевич разрешите я вас перебью и я скажу что это ведь ваша заслуга что я все-таки видел Александра Зиновьева своими глазами даже имел удовольствие ему подарить свою книжку духовный мир народов классического востока потому что вы когда-то приложили усилия для того чтобы Александр Зиновьев побывал в российском государственном педагогическом университете и конечно это была для нас для всех огромная радость своими очами увидеть русского философа который встанет в один ряд с прославленными русскими мыслителями серебряного века когда мы говорим о русской культуре я хотел бы коснуться проблемы русского языка как главного ее носителя так вот положение здесь просто катастрофическое мы все волнуемся что произойдет с великим могучим русским языком пока идет его вытеснение в международном особенном масштабе и в странах СНГ в странах восточной Европы напомню до конца 1980-х годов русский язык был основным иностранным языком в школах им владели примерно 300 миллионов человек факт который поставил русский язык в ряд мировых и он был на пятом месте по распространенности 100 миллионов считали его родным русский язык как известно был языком межнационального общения после распада Советского Союза идет глобальное наступление на русский язык как в международном масштабе в том числе в странах СНГ так и внутри России в результате по данным Европейского Союза английским сейчас владеют 47% европейцев то время как русским только 6% Алексей Васильевич ну это какая это уж очень печальная страница отечественной истории конца 20 века Андрей это очень печально она очень волнует всех буквально вот посмотрите я приведу еще несколько примеров отношения к русскому языку в ряде стран СНГ я уж не беру сейчас Прибалтику это особая тема для разговора нашего историческом клубе а вот роль русского языка скажем в Узбекистане в Азербайджане с кириллицы на латинницу за последние 15 лет перешли Азербайджан Туркмени Узбекистан в ближайшее время заявил о переходе Казахстан как вы знаете была попытка отказа от кириллицы и внутри России в частности в Татарстане Алексей Васильевич разрешите я вас тут перебью тем более что мы ведь наш разговор о русской культуре как-то увязываем с теми празднествами которые были в день славянской письменности и культуры то есть по сути дела в церковный праздник посвященный памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия вы знаете я иногда изумляюсь до какого безумия люди доходят под влиянием национализма казалось бы если перевести тюркские народы на латиницу то в современных условиях что это будет означать что через пару десятков лет молодое поколение будет лишено возможности читать книги на национальных языках которые издавались в советский период а ведь ни для кого не секрет что советский союз как бы его не ругали некоторые все-таки был страной мечтателей страной ученых и уж чему-чему отдела книгоиздания на национальных языках уделялось исключительное внимание самых первых лет советской власти многие упрекают как раз наоборот владимира ильича ульянова ленина за то что он к русскому народу относился отрицательно но уж никто даже самые большие ненавистники ульянова ленина не могут сказать что в советском союзе не было заботы о развитии национальных окраин и конечно были изданы гигантскими тиражами книги на национальных языках а теперь переводят все на латиницу кириллицы учить не будут и получается что весь этот гигантский книжный фонд будет будущими поколениями читаться с таким же трудом как современные тюркоязычные люди читают тюркские тексты написанные арабской вязью да и особенно обидно конечно за тех русских которые оказались за рубежом в странах СНГ в Прибалтике это более 20 миллионов человек некоторые называют 25 миллионов и конечно вот только за последние годы из Казахстана выехало более 2 миллионов русскоязычных это конечно большой удар по русскому языку вы начали Андрей Леонидович говорить о славянском единстве о славянстве так вот к сожалению из славянских государств пожалуй что только Белоруссия считает вторым родным языком и там вся Белоруссия говорит на русском языке я в этом убедился бывая там а посмотрите что происходит на Украине Алексей Васильевич еще раз перебью вас потому что недавно у нас в студии Санкт-Петербургского дома радио был уважаемый гость президент Академии геополитических проблем доктор исторических наук генерал-полковник Леонид Григорьевич Ивашов и я ему осмелился привести известный анекдот родившийся кстати сказать у нас в России о том что Белорус это русский со знаком качества да абсолютно верно абсолютно верно он бывает часто в Белоруссии мы с ним были наблюдателями во время выборов президента республики Беларусь общались ну я его давно и хорошо знаю это очень интересный честный порядочный человек и ученый и порядочный генерал вот если бы у нас такие были в прошлом генерала вы помните какую сыграл он выдающуюся роль во время конфликта в Югославии я-то помню но вы напомните пожалуйста нашим радиослушателям он по сути дела вопреки премьер-министра Черномыргина за одну ночь перебросил войска в Приштину и тем самым спас положение положение дел да Алексей Васильевич ну коль скоро вы так хорошо так уважительно относитесь к доктору исторических наук генерал-полковнику Леониду Григорьевичу Ивашову то вы наверняка не будете возражать если я напомню нашим радиослушателям то что Леонид Григорьевич Ивашов говорил здесь в этой же студии Санкт-Петербургского дома радио очень хорошо сегодня 20-летний опыт показывает многим государствам что если ты оторвался от своей цивилизационной основы от своей духовно-культурной основы и попытался играть в самостоятельность ослабил связи с центром образующим государством или этносом тебя неминуемо подчиняет или поглощает другие цивилизации очень правильная мысль полностью я поддерживаю действительно государство национально в своем происхождении и в своем ядре даже те государства которые в своем окончательном виде состоят из многих племен народностей они возникли в результате государственно образующей деятельности одного народа в этом смысле Россия конечно остается и останется русским государством при всей своей многоплеменности даже при проведении самого широкого национального равноправия и Украина останется наверное украинским государством но нужно уважение к национальностям которые там проживают а как известно на Украине русские в национальном составе населения прочно занимают второе место русский язык между прочим перестал там быть базовым компонентом и получил статус языка национальных меньшинств что просто недопустимо но судите сами из 22 тысяч школ на Украине осталось всего лишь 1430 с обучением на русском языке это менее 6 с половиной процентов от общего количества в Киеве в 2007 году осталось только 6 средних школ с русским языком обучения из 30 24 в 16 западных и центральных областях Украины работает всего 26 русских школ что составляет 0,2 процента ученые считают что если язык изучает менее 10 процентов детей то он находится под угрозой исчезновения Алексей Алексей Васильевич ну конечно в России русский язык не исчезнет но я вновь удивляюсь тому до какого абсурда может доводить людей вот этот местнический национализм ну разрешите я немножко с вами полемизирую так уж получается что сегодня наша беседа носит полемический характер вы сказали Украина останется украинским государством я вообще изумляюсь тому почему украинский народ перестал себя считать Малороссию то есть тем центром откуда и возникла вообще вся русская государственность ведь до революции в российской империи было устойчивое словосочетание Киев матерь городов русских давайте зададимся вопросом откуда народились москали так называемые столь нелюбимые на западной Украине да прошу прощения москали народились из древнерусского государства с центром в Киеве когда Киевская Русь как некое ядро начало расширяться то потом постепенно появились и другие центры и Владимир и Москва и получается какая-то странная ситуация вместо того чтобы принять на себя почетное звание центра русской государственности считать Киев матерью городов русской присвоили себе ну скажем с моей точки зрения менее почетное звание окраины это было сделано когда-то сознательно сознательно было сделано теми кто хотел вбить в клин между братскими славянскими народами точно так же как были ведь политики которые мечтали бить в клин между русским и белорусским народом ну чего греха таить ведь три героя съезжалось в Беловежскую пущу для подписания печально известных Беловежских соглашений был там и герой в кавычках от белорусского народа который хотел вбить клин между русскими и белорусами но как мы видим плохо у него это дело получилось да все о чем вы сказали я с вами полностью согласен и я говорю о де-факто что есть сейчас государство Украина так же как и Белоруссия но мы принимаем все силы я имею ввиду мы патриоты России КПРФ принимаем все силы для того чтобы у нас было единое союзное государство и союзное государство с Белоруссией оно есть подписано договора 11 лет как уже но все-таки как единого государства пока нет и мы глубоко уверены что должно быть славянское единство и единый союз и с Украиной поэтому в нашем городе многое делается мы не только об этом говорим вы знаете о деятельности российско-белорусского братства межрегионально-общественной организации которая отметила свое десятилетие недавно и которая проводит работу по укреплению дружбы и сотрудничества и главное создание единого государства из Белоруссии сейчас организовано украинско-русское братство у нас здесь возглавляют ученые писатели общественные деятели и наша идея создания русско-украинского братства получила широкую поддержку на Украине они очень удовлетворены и в газетах там появились сообщения то есть народ нельзя расторгнуть вы абсолютно право Андрей Леонидович у нас настолько исторические тысячелетние корни единые корни в культуре в языке в традициях сохранение нашей единой государственности Российской империи потом Советского Союза мы жили дружно глубоко уверен что вот этот фактор фактор единения он рано или поздно произойдет И вы знаете Алексей Васильевич что мне кажется сейчас после того как я побывал в Коломне на научно-практической конференции славянский мир общность и многообразие не случайно видные российские политики и выдающиеся деятели православной церкви придают сегодня такое значение празднованию дней славянской письменности и культуры в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и разрешите я просто зачитаю обращение с которым святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей Второй обратился к участникам празднования в Коломне то есть к нам грешным вот что говорит святейший патриарх ныне торжествует русская земля совершая память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия просветителей славян и празднуя дни славянской письменности и культуры более одиннадцати веков назад радия о проповеди святого православия и распространение вести евангельской среди народов восточной Европы два великих подвижника веры и науки совершились казалось бы неподъемный труд они составили азбуку и перевели священное писание на язык славян свет христовой истины осиял земли населенные славянскими народами заложенная святыми братьями традиция стала основой для развития великой культуры прославившейся памятниками письменности и изобразительного искусства и архитектуры святые Кирилл и Мефодий потому и почитаются как равноапостольные что исполнили слова Иисуса Христа обращенные им своим апостолам я вас избрал и поставил вас чтобы вы шли и приносили плод и чтобы плод ваш пребывал прекрасные слова Андрей Леонидович особенно высокая оценка равнопостольных братьев Кирилла и Мефодия которые действительно сырали выдающуюся роль в становлении славянской письменности но читаю дальше послание святейшего патриарха московского и всея Руси участникам празднования дни славянской письменности и культуры наш церковно-государственный праздник обращает взоры всего общества к сокровищам отечественного духовного и культурного наследия мы стремимся к тому чтобы не терялась связь времен и молодое поколение наших сограждан сохраняя преемственность постигала основы православной веры с любовью хранила память о великом прошлом России изучая ее историю и литературу в совершенстве владея родной речью для нас важно и дорого что 2007 год объявлен годом русского языка который мы призваны хранить и передавать потомкам в день памяти святых Кирилла и Мефодия мы говорим и о судьбоносном значении единства славянских народов именно через принятие веры Христовой они были призваны к историческому бытию продолжая в святом православии черпать силы для своего развития и новых свершений примеры делового и уважительного сотрудничества московской епархии и правительства московской области в сфере культуры и образования показывают насколько плодотворным и полезным может быть церковно-общественное взаимодействие сердечно приветствую высоких гостей посланцев зарубежных стран всех участников празднования дней славянской письменности и культуры желаю вам счастья мира и благополучия молитвами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Господь да благословит всех вас патриарх московский и всея Руси Алексей Второй прекрасные слова мы стараемся их тоже в Ленинградской области притворить в жизнь вы наверное знаете что именно Петровская Академия в свое время учредила и создала крестьянский университет в Луге имени Кирилла и Мефодия Алексей Васильевич это просто замечательно когда люди не сговариваясь идут навстречу друг другу как метростроевцы но метростроевцы то конечно идут навстречу друг другу руководствуясь генеральным планом строительства метрополитена а когда члены Петровской Академии наук и искусств еще в начале 90-х годов создавая в Луге крестьянский университет имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия словно предчувствовали то что скажет святейший патриарх московский Евсея Руси Алексей Второй в 2007 году то это просто здорово это и есть единомыслие к которому вообще мы все должны стремиться ради торжества патриотических идеалов ради возрождения нашей великой и любимой родины да и в свете сказанного сегодня очевидно и хорошо осознается особая роль школы возрождение русской культуры блестящие писатели России высказались за восстановление русской национальной школы я приведу несколько цитат из выступлений скажем распутина писателя образование в России должно строиться на отечественном опыте роль русская школа воспитанию души отдавала первое место если мы отстоим школу отстоим и Россию из телеграмм участникам всероссийской конференции русская современная школа Василий Белов русская школа построенная по заветам наших великих национальных учителей на основе могучей русской культуры позволить избавиться от современной смердяковщины внедрившейся в Россию хочется верить в это школа русская больше не во что верить ну и таких вот выступлений очень много и у нас уже есть определенные наработки в частности в центре национального образования герцогского педагогического университета и в отделении русской национальной школы Петровской академии наук и искусств опубликовано около трехсот работ разработана доктрина русского национального образования скоро будет выходить специальный журнал посвященный русской национальной школе когда я говорю о русской национальной школе Андрей Леонидович я имею ввиду то чтобы школа была на лучших педагогических традициях именно русской школы педагогов я заканчивал свое время довольно таки отдаленную школу в Смоленской области она называлась обыкновенно общеобразовательная школа средняя школа но нам преподавали учителя значительно больше русской литературы русской истории нежели преподается это сейчас вот мы с вами упомянули заседание Петровской Академии Наук и Искусств которая рассматривала проблему защиты русской культуры там многие выступающие и Донская профессор Тамара Константиновна и поэт Олег Чупров и многие многие другие были обеспокоены тем что из учебников особенно литература исчезает классика она заменяется современными малоизвестными писателями которые не унесли особого большого вклада в сокровищницу культуры либо образования России вот это наша беда точно так же история я уж не говорю что учебники настолько различны и высшей школе вы это хорошо знаете есть учебники которые ну просто искажают всю нашу историю ну особенно конечно искажению подвержен советский период революционный период я снова перебью вас потому что хочу напомнить и вам и нашим радиослушателям мерзковатую новорусскую пословицу кто девушку обедает тот ее и танцует что я имею ввиду те ученые которые писали свои учебники награнты полученные от Сороса конечно стремились угодить тем кто их обедал используя терминологию вот этого гнусноватого новорусского анекдота и действительно они в каком-то смысле уподобляются вот каким-то легкомысленным девушкам которые ищут богатых пожилых мужчин которые бы их водили по ресторанам угощали а затем конечно приходится идти с такими мужчинами и в номера да они исходят отнюдь не из национальных интересов а из общечеловеческих ценностей у них вот это стоит на первом месте вот действительно учебник скажем кредера мы о нем уже говорили как-то радиослушателям Алексей Васильевич и все равно вступаю с вами в полемику потому что общечеловеческие ценности конечно существуют это например право любого человека на жизнь право на медицинскую помощь на образование но ведь у нас под видом общечеловеческих ценностей протаскиваются зачастую античеловеческие ценности и давайте мы наш сегодняшний разговор о судьбах русской культуры закончим словами замечательного ленинградского петербургского ученого Дмитрия Сергеевича Лихачева который давным-давно еще в советское время вернувшись из научной конференции в Болгарии говорил о Кирилло-Мефодиевском духе культуры Кирилло-Мефодиевский дух культуры был широким они работали для всего славянства для всего человечества не ограничивали себя интересами какой-то одной страны и не случайно что пространное древнейшее пространное что Кирилло-Мефодиевский как и все остальные они много говорят о путешествиях Кирилло-Константинов потом Мефодиевский о переезде из страны в страну и так далее потому что это дело было общеевропейское А я бы вот еще если у нас есть время в заключение хотел бы привести слова известного просветителя чувашского народа Яковлева Чтите любите великий добрый и умный русский народ таящий в себе неисчерпаемая сила ума и воли верьте в Россию и любите ее и она будет вам матерью Время нашего пребывания в эфире подошло к концу Мне остается напомнить нашим радиослушателям что сегодня гостем Петербургского исторического клуба был первый вице-президент Петровской Академии наук и искусств доктор философских наук профессор заслуженный работник высшей школы Российской Федерации заведующий кафедрой социологии Российского государственного педагогического университета имени Герцена Алексей Васильевич Воронцов но его собеседником как всегда был председатель Петербургского исторического клуба профессор кафедры всеобщей истории РГПУ имени Герцена и профессор кафедры общей психологии Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Леонидович Вассоевич если вас взволновала тема которую мы обсуждали сегодня пишите нам по адресу 191-023 Санкт-Петербург Итальянская 27 Радио Петербург Петербургский исторический клуб Всего вам доброго Субтитры создавал DimaTorzok